Здравствуйте! На телеканале Майя Удмуртия выпуска новостей в студии Марины Симонова и вот о чем расскажем в ближайшие четверть часа. Находкам поисковиков нашлось достойное место, где развернется экспозиция отряда «Долг». Адрес назвал глава республики. Ментовки больше нет. Полицейские Жевска получили в распоряжение новое здание. Военный мост отправили на гражданку в деревню Гуляева. Спустя 30 лет ожидания появилось надежное сообщение с большой землей. В Шаркане зажгли главную елку Муртии. Это стало событием не только республики. Кто приехал в гости к нашему Толбабаю, покажем. У поисковиков республики появится площадка, где они смогут выставить свои находки, собранные ими во время экспедиции по местам сражений Второй мировой. О своем музее отряд «Долг» мечтает давно. И с этой просьбой поисковики пришли сегодня к главе республики. И от Александра Соловьева получили неожиданное предложение. Елена Реверчук подробнее. Поисковики республики за 25 лет работы собрали ценные экспонаты, которые уже выходят за рамки действующих выставок. Со своими находками общественники вынуждены порой устраивать выездные экскурсии. У нас одна просьба. Идет очень большая дата, грядет 70-летие Победы. У нас очень много экспонатов. Те, которые перейдены с Великой Отечественной войны, с разных мест раскопок. Мы ведем раскопки за хранение беседы и пропавшихся львов. Вот эти экспонаты мы хотели бы показать народу, так будем говорить. У нас есть несколько музеев. Они разрозненные. Музей есть, допустим, в техникуме в четвертом. Музей есть в 17-м училище. Глава Удмуртии принимает беспрецедентное решение найти постоянное место для музея в центре города, а пока временно выделить поисковикам помещение в своей резиденции. В музейной комнате общественники уже к апрелю подготовят экспозицию к 70-летию Великой Победы. И тут же еще один потенциальный музей. На этот раз в поселке Первомайский. С просьбой обратились полицейские сделать при Первомайской средней школе Завьяловского района – музей Героя России генерала Соборова, а на пришкольной территории – панораму партизанской стоянки с блиндажом и полевой кухней. Главе идея понравилась настолько, что он решил лично уже до Нового года посмотреть фронт работ. Правда, заметил, работа предстоит масштабная и на перспективу. Я даже не ждал, что она так получится, вот с таким положительным результатом. Естественно, я доволен. Я думаю, что вот так вот проблемы приду, скажу, ну где-то процент на 50. Но я очень доволен. Историк спорта и художница Эмилия Юферова издала вот эту краткую историю олимпийских видов спорта, в которых отличились наши земляки. К главе республики автор обратилась с просьбой оказать материальную помощь, приобрести часть тиража издания и обеспечить книгой школьной библиотеки. Такое издание, заметил глава региона, не должно остаться без внимания. И задействие обещал. Елена Реверчук, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». Водителей проверят на трезвость. В Удмуртии пройдут массовые проверки автомобилистов. Останавливать машины сотрудники дорожной полиции будут 18 и 19 декабря. Профрейды пройдут в Ижевске и во всех районах республики. Проводить такие мероприятия сотрудников полиции вынуждает статистика. Число тех, кто садится за руль под мухой, растет в геометрической прогрессии. Пьяных ловят каждый день. Очередное ДТП с нетрезвым водителем произошло накануне вечером в Ижевске. Водитель Калины на зебре сбил женщину. Пешехода с переломами увезли в больницу. Сегодня в госавтоинспекции попросили автолюбителей отнестись с пониманием мероприятия необходимы для сохранения жизни и здоровья всех участников движения. Есть еще одна просьба. Если вы увидели, как пьяный садится за руль или водитель подозрительно ведет себя на дороге, незамедлительно сообщать об этом в дежурную часть. Телефоны сейчас вы видите на экране. А сотрудники полиции Октябрьского района Ижевска сегодня отметили новоселье. Они переехали в новое здание на улице Удмуртской. Строители, руководство МВД и республики постарались. Для слушателей закона, простых граждан и даже подозреваемых в новом здании будут созданы комфортные условия. Оценил Дмитрий Вороновнин. До сегодняшнего дня сотрудники Октябрьского района Ижевска несли службу сразу в шести с трудом приспособленных для этого зданиях. В том числе в бывшем детском саде, в цокольных этажах жилых домов. Сотни полицейских ютились как могли. Вспомнив об этом на сегодняшней церемонии открытия, министр Первухин даже грустно пошутил. Когда ты идешь по коридору, здание полиции Октябрьского старого и думаешь, нет, не полиция, все-таки ментовка. Теперь у личного состава Октябрьского РОВД есть свой дом. Все в одном месте и все с комфортом. И по последнему слову техники и архитектуры. Просторные рабочие кабинеты следователей и инспекторов, отдел уголовного розыска, комнаты хранения оружия и спецсредств, камеры для содержания подозреваемых. И, конечно, дежурная часть. Ее начальник Руслан Колпаков говорит, сегодня действительно пришел на работу, как на праздник. Надеюсь, все эти условия будут для нас способствовать для совместного раскрытия преступлений по дежурным суткам. Позаботились строители и о простых посетителях, чтобы их визиты в полицию оставляли приятные воспоминания. Нарушители закона и порядочные граждане теперь будут попадать в здания через разные входы. Для инвалидов сделаны пандусы. Единый корпус Октябрьского РОВД теперь самое удобное и продвинутое полицейское здание в Удмуртии. Это оценка главы республики. Мы с вами сегодня въезжаем в это новое прекрасное здание. И последнее время, кто бы как ни говорил, но престиж полицейского в глазах жителей нашей республики с каждым годом растет. Я вам желаю, чтобы ваш престиж, ваша профессиональная работа была востребована. И сегодня же в рамках открытия здания РОВД прошла еще одна приятная церемония. 20 сельским участковым Удмуртии вручили ключи от новых автомобилей. Всего по федеральной программе сельский участковый, рассчитанной на три года, в республику должны поступить 78 авто. Сейчас их стало 50. Дмитрий Вороновнин, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». В Удмуртии на Акаме увеличили грузоподъемность, ледовые переправы. Обустроенный переезд по направлению Сарапу в село Барок открыли в начале недели, но до сегодняшнего дня по ней могли передвигаться только автомобили до полутора тонн. Теперь дорога открыта и для трехтонников. Более крупным большегрузом по-прежнему пока придется ездить в объезд через Чайковский. Наладить связь с большой землей смогли в деревне Гуляева Вавожского района. Поселение, где проживает около сотни человек, находится на берегу реки Вала. Сейчас, когда река замерзла, проблем в деревне нет. Но с весны до глубокой осени Гуляева оставалась в изоляции. Теперь два берега связал военный мост. Наша съемочная группа уже проверила его на прочность. Лодка в Гуляева ценнее иномарки. Делится Александр Степанов. Без плавсредства из деревни с весны до глубокой осени не выбраться. Она находится за рекой, а мост развалился почти 30 лет назад. Люди приходят вечером, они кричат, кричат, их никто не перевозит. И один мужчина, он вплав, уже весной поплыл и потонул. Не докричался он просто людей. А ждать не захотел, видимо, что ли. И вот он утонул. С 80-х годов гуляевцы добивались моста. И только нынче, в октябре, наконец-то начались работы. Конструкцию районной чиновники выбивали через Министерство обороны. Так что мост у гуляевцев будет надежный. Даже танки смогут проехать. Конструкцию привезли из одной из воинских частей Екатеринбурга. Вот этот мост ТМ-3. Тяжелый механический мост. И вот мы его вывезли. И вот он у нас сколько? Два года лежал на территории от района. Мы не могли найти деньги на монтаж этого моста. И вот в прошлом году, ну вот нынче получается, Александр Васильевич Соловьев все же изыскал деньги. И вот мы, получается, провели монтаж. Официально мост откроется осенью следующего года, но строители готовы уже завтра разрешить гуляевцам ездить по мосту. Теперь деревня от райцентра будет отрезан только во время паводка. Я впервые в таком устрою потопляемый называется. В общем, во время паводка лёд должен подниматься поверх моста, а проходить сверху. Перилы съёмные будут. Так что, главное, вовремя лёд отрезать от моста и убрать перилы. А так должно быть всё нормально. Такие потопляемые мосты – оптимальный вариант для небольших деревень, говорят специалисты. Потому как строительство мостов – это достаточно дорогостоящее удовольствие. Из 384 мостов в республике, наших, которые находятся в составе региональных дорог, примерно 121 мост требует ремонта сегодня. То есть это немалое количество мостов. 11 мостов только деревянных. Их тоже надо постепенно переводить в железобетон. Они своё уже полностью отслужили. В этом году в республике заново отстроили два моста, отремонтировали 18. В следующем году, заверили в региональном министерстве дорожного хозяйства, такая работа продолжится. Светлана Буланова, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». Молодые родители не знакомы с информатами и не пользуются возможностью записать ребёнка на приём к врачу через интернет. К такому неожиданному выводу пришли молодёжные парламентарии, проведя мониторинг в детских больницах республики. Заняться этим делом начинающие политики решили для того, чтобы помочь в продвижении проекта «Поликлиника без очередей». Он заработал в Удмуртии по инициативе главы республики и работу для себя молодёжный парламент в этом деле нашёл. Будут объяснять молодым мамам и папам через соцсети, как проще попасть на приём к врачу. А учить этому делу оказалось есть кого. По результатам данного мониторинга выяснилось, что в разных районах от 84 до 99% молодёжь записывается через регистратуру. Все результаты мониторинга молодёжный парламент собирается рассказать комиссии по здравоохранению Госсовета республики. Есть у них и предложение. Им очень понравился опыт Киясовской районной больницы. Там в поликлинике организовали комнату «Мать и дитя», где мамы с малышами могут проводить время, ожидая приёма врача. Такие же, считают, в молодёжном парламенте можно организовать и в других больницах республики. А городу Майжевска приготовила проект городского бюджета. В нём учили и предложение самих ежевчан рассказать, что сегодня их волнует и чего не хватает для более комфортной жизни, жители столицы смогли на публичных слушаниях. Их посетила и наша съёмочная группа. Главный финансовый документ 2015 года называют прагматичным. Иными словами, средства заложены на самое необходимое. Традиционно бюджет имеет ярко выраженную социальную направленность. То есть большая часть, порядка 75%, это составляет расходы на заработную плату, по сути дела. Но что в этом году хочется отметить в бюджете, это расходы, которые выделяются на школы, детские сады. На открытых слушаниях главного финансового документа Ижевска руководство школы и детских садов попросили увеличить финансирование. Средства нужны на капремонты. Александр Рушаков педагогов заверил, деньги на это будут. 110 миллионов рублей получат сады и школы Ижевска. Город взаимодействует с республикой и не только в этом деле. Заложено средство на софинансирование по строительству социальных объектов совместно с республикой и главой республики, правительством республики. Результатом нашей совместной работы явилось то, что принят бюджет республики и сейчас это же отражается и в бюджете города. Наряду с приоритетной социалкой много внимания в бюджете следующего года уделено и развитию экономики. Так, к примеру, для поддержки малого и среднего бизнеса была предусмотрена специальная программа. Вообще, особенностью нового бюджета стал его программный формат. Каждая программа – это направление расходования бюджетных средств в городе. То есть основной блок программ – это шесть программ социальной направленности. Шесть программ у нас идут на развитие. И каждая программа включает в себя полный перечень мероприятий, которые сформированы главными распорядителями средств города и обеспечены финансовыми ресурсами. Всего сформированы 17 программ. Они нацелены на безопасность, социальную поддержку, развитие образования, физкультура и спорта, городское благоустройство и другие важнейшие направления развития Ижевска. Анна Ковырзина, Руслан Нури Ахметов, телеканал «Моя Удмуртия». Спасатели республики готовятся к большим учебно-методическим сборам. Они назначены на завтра и будут проходить практически в течение всего дня. В Главном управлении МЧС подведут итоги, а после отправятся в Сарапу проводить практические занятия с учетом предстоящих праздников. На деле будут показывать, каким требованиям должны соответствовать места для запуска пиротехники. Определить такие площадки сотрудники МЧС просят во всех населенных пунктах. А то, что Новый год уже дышит в спину, почувствовали все, кто приехал на открытие главной новогодней елки республики. Ее зажгли в Шаркане на родине Толбабаи. Это стало событием не только для Удмуртии. В гости к нашему удмуртскому Деду Морозу приехали его коллеги из Вятки, Татарстана и, конечно же, Великого Устюга. Гостей встречала и наша съемочная группа. У сказочных мород усадьбы зимнего волшебника под удмуртские напевы гостей встречают помощники Толбабаи. На один день Шаркан, кажется, превратился в эпицентр массовых новогодних гуляний. Люди идут целыми делегациями. Ведь вотчина удмуртского Деда Мороза сегодня это целый культурно-исторический комплекс. Кафе с национальной кухней, детский городок, тюбинговые трассы, а на самой вершине новая изба Деда Мороза. В резиденцию у нас принимают гостей первый год. В старом доме в деревне Титова сейчас у нас работают мастера Шарканского дома ремесел. Они там проводят мастер-классы. В усадьбе Толбабаи народные умельцы со всех уголков республики демонстрируют туристам национальные сувениры. А эти огромные валенки, шапку, варежки, ложку в человеческий рост удмуртский Дед Мороз получил в наследство от мифических великанов-алангасаров. И, конечно, в самом центре избы сказочный трон зимнего волшебника. За эти фотоснимки туристы готовы стоять в живой очереди. И, наконец, раскрывается главная интрига новогодней сказки. Наш Толбабай поднимается со сказочными персонажами из регионов страны во главе с российским Дедом Морозом из Великого Устюга. Вот пока поднимался, насчитал 85 ступенек, друзья. Буквально секунды и к Дедам Морозам уже не протолкнуться. По программе запланирована пресс-конференция, но в роли журналистов сегодня оказались дети. На чем ездить? Крыш-бабай. Летом. Крыш-бабай. Летом. Что? Что еще? Еще раз давай. Моя маленькая дочь спрашивает, на чем летом ездит Дед Мороз. Я езжу на всех видах транспорта. Самолеты, вертолеты, теплоходы. Предпочитают даже экстремальные виды спорта. Езжу на снегоходе. На точке отразился у Деда Мороза. Я передвигаюсь на маленькой грибаногой татарской площадке. Крыш-бабай, кстати, у нас впервые приехал с дочкой Каркызы и своей свитой. Шайтаном, Шуралей и Змеем Горынычем. Среди Дедов Морозов озорная красавица Кики Моровятская. Как сама говорит, родом из болота. Ну и, конечно, какой праздник без подарков. Вот это вот самое главное. Вот это вот. Да, вот, друзья, шарганские рыбчики, друзья мои. В гости к Толбабаю в год приезжают до 20 тысяч туристов. И сегодня один из самых популярных туристических маршрутов. Раз, два, три. Елоча, гори! Чтобы были здоровы все. Оценки хорошие. Чтобы во всем мире были счастливы. Оценки хорошие, чтобы были. Чтобы весь мир был добрым и счастливым. Елена Лебедева, Василий Хакриков, телеканал «Майя Удмуртия». И у меня на этом все. Информационный канал продолжит новости спорта. До встречи.